Субтитры создавал DimaTorzok Африканская Республика и наши отряды, наших бойцов из Министерства обороны. Помните, я говорила в каком-то ролике о том, что сейчас все отряды, все наши вооруженные силы перешли на частную структуру, но нам пока об этом еще не сказали. Это касается и Росгвардии, это касается и войск Минобороны. Они, конечно же, на государственной дотации, но если не считать, что государство-то распалось, его давно нет. Однако же мы думаем, что это все государственные структуры. К сожалению, не так. Государство наше рухнуло уже давно. Если к нам в управление пришел китаец, который сегодня советник, разведчик из Китая, советник Путина, то есть вот этого костюмчика пустого, советник китаец. Вы понимаете, что это такое, да? То есть нас лапошат по всем ушам. Итак, я вам хочу рассказать о том, что глава Министерства обороны России подписал соглашение о военном сотрудничестве с Центральной Африканской Республикой. То есть мы туда будем поставлять своих бойцов. Это все равно, что в Израиле, я вам только что рассказывала об Израиле, что израильские границы со стороны Сирии, Израиль даже не хочет пускать наших бойцов на свою территорию. Израиль правильно делает. Он защищает своих граждан. Он, Израиль, защищает свою территорию. С его стороны это правильная подача. А с нашей стороны? А с нашей нет. Мы своих бойцов поставим по сирийской границе. И вот наши бойцы со стороны Сирии будут защищать Израиль. То есть со стороны Сирии они не будут пропускать тех самых диверсантов или еще кого. Ваши парни будут своей грудью защищать там, вдали от родины, израильские границы. Это для тех, я говорю, кто не понял. Потому что некоторые не поняли и говорят, это же договор с Сирией. Да, с Израилем в первую очередь. Но бойцы будут стоять на территории Сирии. Питаться они будут за счет нас с вами. Потому что туда пойдут налоги и туда пойдет обеспечение военной техникой. Которой, конечно, Израиль и не собирается поставлять. А зачем ему тратить деньги, скажите? Если Израиль уже заплатил деньги частным компаниям, тому же самому, возможно, министру обороны или еще кому-то, или ЧВКшнику. Мы не знаем, кому заплатили в Израиле. Или членам правительства нашего. Они платят деньги определенную сумму. А наша задача уже как хочешь, так и крутиться. На этих самых деньгах. Понятно, что Израиль не заплатит маленькие деньги. Израиль заплатил достаточно хорошую сумму. Но эта сумма, как вы понимаете, пошла по карманам. Надо же сэкономить теперь на своих бойцах. Вот их и поставили на территории Сирии, где они будут жить в совершенно жутких условиях. Это же бойцы. Им скажут, а что вы хотели? И будут кормить их какой-нибудь дыриной кашей, как всегда. И так же у них будет техника. То есть, получается, и техники-то нет. Вы помните, да, когда я делала в фильме о ЧВК «Вагнер», я говорила, что с нашей стороны не было даже технического обеспечения. А это важно. Когда у бойцов нет технического обеспечения, мы это уже проходили во время Второй мировой войны. Отправляли наших бойцов, ребят 18-летних, как пушечное мясо под танки. Они шли колонна за колонной, колонна за колонной, они шли под танки. И немцы за голову хватались и не знали, что делать. Потому что это пушечное мясо. Они не могли. Ведь спокойно нельзя ехать по живым людям. Вы понимаете, что проходило во время Второй мировой войны. Так теперь, в принципе, ожидается все то же самое. Ну а теперь давайте почитаем, какой новый сюрприз нам приготовило Министерство обороны вашим сыновьям. Глава Минобороны России подписал соглашение о военном сотрудничестве с Центральной Африканской Республикой. Ранее в этой стране были убиты российские журналисты, занимавшиеся расследованием присутствия цар российских наемников. То есть наши журналисты поехали расследовать, что там делают российские наемники. А теперь министр обороны подписывает соглашение. Но какое соглашение? Давайте мы в этом чуть-чуть покопаемся и откроем глаза, что же подписало Министерство обороны на самом деле. Россия и Центральная Африканская Республика заключили соглашение о военном сотрудничестве. Документ был подписан на форуме «Армия-2018» в подмосковной Кубинке, сообщает ТАСС. Подписи под соглашением поставили министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Марии Ноэль Кьяра. Глава военного ведомства ЦАР заявила, что подписанный документ станет основой для подготовки центрально-африканских военных российскими специалистами. Обращаю ваше внимание, военное ведомство в Центральной Африканской Республике возглавляет женщина. Мы с вами вернемся потом к этим вопросам. Почему женщины? И почему у нас не допускаются женщины? Итак, второй секретарь посольства России, царь Виктор Токмаков, в разговоре с РБК уточнил, что соглашение заключили министры обороны и ЦАР. СМИ пишут, что это межправительственное соглашение. На самом деле? А на самом деле это межведомственное соглашение между Министерствами обороны и ЦАР. Это межведомственное, не межправительственное. А правительство тут ни при чем. Понимаете? Вот опять наперсточники, опять игра наперстков. Вы следите за руками правительства и министра обороны тоже. Соглашение подписано на неопределенный срок. По словам Токмакова, в соглашении определены сферы сотрудничества между странами. Речь идет в основном о помощи ЦАР в обучении военнослужащих, отметил он. Дипломат пояснил, что речь идет не только об отправке российских инструкторов в Африканскую республику, но и об обучении военных ЦАР в российских военных учебных заведениях. То есть к нам сейчас вся Африка двинется обучаться в наших институтах. Это уже было. Мы это уже проходили в 70-х годах. У нас полу Афганистана училась, а потом была война. Наша война на территории зачем-то Афганистана. Непонятно зачем. Хотя все эти самые афганские военные обучались в наших военных институтах. А такая вот есть, понимаете, считалочка международная, международных тех, кто сидит там наверху. Ранее Россия и ЦАР уже осуществляли военное сотрудничество на основании запроса властей Центрально-Африканской республики из согласия Совета Безопасности ООН. В марте 2018 года российский МИД сообщил о поставке на нужды армии ЦАР, ведущей борьбу с местными повстанцами, партии боеприпасов и стрелкового вооружения. Кроме того, российская сторона по официальным данным направила в ЦАР группу из пяти военных и 170 граждан и инструкторов для подготовки вооруженных сил страны. То есть, что у нас происходит? А давайте-ка мы с вами разберем. Нам говорят вдруг о том, что мы почему-то должны обучать на своей территории, в своих институтах военных, мы должны обучать африканских студентов, будущих офицеров африканской армии. С одной стороны. С другой стороны, мы им поставляем оружие, как вы видите, сказано. Вроде как и не поставляем, а вроде, оказывается, поставляем для борьбы с повстанцами. А что это за повстанцы? А может быть, это такие же повстанцы, как у нас сегодня люди выходят на площади, да, и борются со своим правительством, потому что правительство проводит режим апартеида, то есть тирании внутри государства. И может быть, этого они не хотят. Почему мы вмешиваемся везде? Да потому что это выгодно, это деньги, это огромные деньги. Но для кого? Нам говорят для налогов, для бюджета. Да нет, конечно. Это частная армия. Как вы видите, Шойгу подписал соглашение, и это соглашение меж корпорациями, военными, но совсем не государственное соглашение. То есть это как раз доказывает опять то, что я сказала, что сейчас армия становится не национальной, не государственной, а она служит частным интересам, наша армия. Пока еще вы не видите этого, и указов, приказов об этом нет, а с тем, чтобы говорить об этом. Внутри ведомства, возможно, эти приказы есть, а вот наружу еще пока ничего не вылилось. Оно вылится с течением времени наверняка. Но важно ведь здесь что? Что по призыву в армию для защиты границ своей родины, ребята будут отправляться для защиты границ чужих родин, но не своей. А своя родина останется с пустыми границами. И Китай, который занял уже одну треть России. Одна шестая часть суши у нас была. А что у нас осталось, скажите? Посчитайте, слов нет. Не хочу, не хочу даже вас расстраивать. Еще раз спасибо вам, друзья, за помощь. Я тронута, я действительно тронута вашей помощью, которую вы мне начали оказывать. Надеюсь, что это будет постоянно, что вы не будете забывать меня никогда. Я Таня Карацуба, Сейдбургхан. А я буду оправдывать ваше доверие своими материалами, прекрасными материалами и хорошей аналитикой. Музыка, Сейдбургхан. Сейдбургхан. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok